В прошлую пятницу наши якутские ребята, волонтеры, составом 5 человек вернулись из Бразилии, где совсем недавно завершились 31-е Олимпийские игры. Одни из счастливчиков, ставших частью этого огромного, грандиозного события, сегодня в нашей студии. Я рада представить вам Марию Жиркову, Варвару Павлову, волонтеров Олимпийских игр Рио-2016 и Анастасию Габышеву, директора Центра по работе с волонтерами. Доброе утро, девушки! Доброе утро! Анастасия, ну, несомненно, первый вопрос наверняка вам, да? Завершились совсем недавно в нашей республике шестые игры «Дети Азии». На этих играх тоже огромное количество волонтеров приняло участие, да? Я даже боюсь сосчитать, сколько. Да, две тысячи волонтеров приняло участие. Это была такая своеобразная подготовка к Рио или Крио еще до игры «Дети Азии» начали готовиться? Непосредственно, когда наши волонтеры стажируются, либо же волонтерят на таких огромных спортивных мероприятиях, как Олимпиада, конечно же, мы стараемся выбирать именно тех волонтеров, которые ранее уже участвовали в качестве волонтеров на других спортивных мероприятиях, которые проходили у нас в городе Якутске. Конечно же, игры «Дети Азии» — это огромный опыт для наших волонтеров. Непосредственно Маша и Варя также участвовали на играх «Дети Азии» со своими друзьями-соратниками, с остальными двумя тысячами волонтеров. Непосредственно они сопровождали спортивные делегации. Маша сопровождала Москву и Московскую область на играх «Дети Азии», а Варя сопровождала Грецию. Конечно же, всегда это учитывается, и мы стараемся на такие крупные спортивные мероприятия посылать только именно опытных ребят. Ну, известно, что 45 тысяч со всех стран мира волонтеров приняло участие в Олимпийских играх. А с Якутии отправилось всего 5 человек. Каким образом проходил отбор? Ну, непосредственно два года назад нужно было зарегистрироваться на официальном сайте «Игр Рио-2016». Потом у всех волонтеров ожидалось собеседование. Все это проходило дистанционно. Надо было проходить различные тестирования, также знания английского языка. После этого, если ты прошел собеседование, уже шло именно обучение волонтеров, также дистанционно, посредством скайп, либо же каких-либо тех же тестов. После этого нашим волонтерам официально в апреле месяц пришло официальное приглашение от Комитета Олимпийских игр, то, что они действительно стали волонтерами, волонтерами именно «Игр Рио-2016». Ну, девушки, когда вы узнали, что вы поедете в Рио, каковы были ваши впечатления? Да, мы, конечно, ждали этого приглашения на протяжении двух лет. Мы к этому шли, мы верили, что нас отберут волонтеры. И, конечно, мы очень обрадовались, мы держали между собой связь, то, что тебе пришло это приглашение, тебе сказали твою функцию, да? И вот мы такие радостные, счастливые, когда получили приглашение, мы уже стали думать, как вот мы поедем в Рио. И мы обратились за помощью к министру по делам молодежи и семейной политики Афанасию Семеновичу Владимирову, который нас поддержал, сказал, что вы обязательно поедете, и поверил в нас, и за это ему огромное спасибо. Здорово. Ну, только девчонки или молодые люди с вами были в компании? Только девчонки. Только девчонки, к сожалению, как так вышло, как же без молодых людей? Вот этого мы не знаем, но у нас пять девочек, которые поехали из Якутии на Олимпиаду. А были ли вы знакомы между собой до поездки? Да. На Играх Дети Азии наверняка подружились, да? Нет, мы дружили ранее, у нас с АХКВН. А с другими девчонками? А, с другими девчонками? Да, мы познакомились на Играх Дети Азии. Ну, здорово. Но вы побывали на открытии, на закрытии наверняка? Какие эмоции? Вот что? Ну, к сожалению, на открытии и закрытии мы не были. У нас есть, кстати, фотографии, да? Мы сейчас можем продемонстрировать нашим зрителям, чтобы вы, если... Ага, продолжайте. Но побывали на соревнованиях, да? Да, на соревнованиях. Мы работали на плавательном бассейне, там, где проходили соревнования по плаванию и финальные соревнования по водному полу. И мы работали с прессой, с спортсменами и с олимпийской семьей. То есть наша функция заключалась в том, что мы должны встретить их и сопровождать на их места. И, конечно, мы смотрели соревнования. Какой был распорядок дня? Сложно ли? Получается, на нашем объекте были утренние волонтеры, и которые работают вечером именно на финальных соревнованиях. У нас были финальные соревнования. Мы смотрели все вот эти соревнования, которые получали медали, и где выступали наши российские. То есть с 6.30 до 12 ночи мы работали. Да, финальные соревнования проходили. Проходили, так. И мы смотрели награждения, вот, когда вручали медали. Мы смотрели, как Майкл Фелпс плыл там и получал все свои 5 золотых медалей. Вот. И мы, конечно, болели за наших, за Юлию Ефимову. Да, вы все смотрели. Было... Это не передать словами, а такое надо видеть, чувствовать. Такой большой стадион, и такие эмоции как бы не передать словами. Мы смотрели все это вживую. Да, атмосфера олимпийского духа. К сожалению, мы только по телевизору. Да. Было очень круто и незабываемо. Мы, конечно, волновались первые дни, потому что английский язык не очень там приветствуется. Все на португальском говорят. Но мы все справились, все волонтеры с этой как бы не очень большой проблемой. Ну, по фотографиям видно, что вы очень часто поднимали якутский флаг. Очень горделиво. Кстати, все интересовались нашим флагом. Всегда спрашивали, что он значил. Какая страна. Знают ли о нашей Якутии? Ну, есть те, которые знают, а есть, которые, ну, узнают впервые, и потом уже говорят, ну, мы посмотрим об этом, мы почитаем, да. Им интересно. Да, им интересно, и вот мы в основном общались с бразильцами, да, а у них даже снега нету, а мы говорим, у нас снег 9 месяцев. Минус 50, поэтому им очень интересно. Да, и у них круглый год лето там, вот. И, ну, Олимпиада сама, да, это праздник спорта, праздник дружбы. Там такая атмосфера праздника каждый день, и такое надо видеть. Конечно. Мы познакомимся с очень интересными людьми. Да, и со спортсменами мы много общались, потому что... И общались с женой Майкла Фракса. Даже, да? Какие места? Они приехали поддержать своего отца, сын, бумер, и жена мисс Калифорния. Сфотографироваться усили. Да. Даже пообщались немножко. Обязательно в порядке. Какие места самые такие значимые посетили? Посетили? Ну, конечно, это статуя Христа Искупителя. Очень красивый вид с высока, с птичьего полёта. Конечно, многочисленные пляжи, которые славятся. Это Атлантический океан, да, и очень много парков красивых. Девчонки, ну, я надеюсь, что вы сохраните вот эти воспоминания ещё очень надолго. Впереди зимняя Олимпиада, да, в Корее в 2018 году. Наверняка уже будете готовиться и к ней. Желаю вам успехов, творчества, вдохновения и хорошей работы.